Батуты в форме городка, машинки из мультфильма «Тачки», аттракцион с призами – все это, конечно, ярко и красиво, но совсем не к месту. Мало того, что занимают зеленые газоны, детские развлечения в сквере установлены незаконно, без разрешительных документов. На собственника батутов специалисты Управления муниципального контроля неоднократно составляли административные материалы. По статье, часть 11, статья 3.2 Кодекса Краснодарского края, поэтому и был материал передан в административную комиссию администрации города Куртаната. По данной статье штраф предупреждения выносится или штраф 1000 рублей. Повторно за нарушение, это же нарушение, выносится 2500 рублей штраф. Сейчас составлено административное производство. Самобольно установленные детские аттракционы, как грибы после дождя, появляются на благоустроенных территориях. В любимых местах отдыха анапчан и гостей курорта. Не так давно подобный факт был выявлен в парке «Ореховая роща». Главу Анапы Сергея Сергеева возмутило иждивенческое отношение коммерсанта. Получил информацию, но не привык сидеть на месте, поехал в «Ореховую рощу» посмотреть на батут. Когда мы строили там фонтаны, делали благоустройство, он палец о палец не ударил. Когда появился фонтан, и люди пошли, тут же появился батут. Но у меня вопрос. Заработать Бога ради. Пусть он придет, скажет, я буду убирать полностью всю Ореховую рощу, обеспечивать вывоз мусора, но хочу поставить здесь батут. Если вы скажете «да», тогда мы посмотрим. Но кто-то же ему электричество дал, он же подкачивается. Понимаете? Вот я подошел и спрашиваю, я говорю, ну вот покажите мне предателя у нас. Вот сейчас покажут после нашего совещания. Я сказал, подтягивайтесь, прием, ну и покажите мне. Кто же предатель? Кто дал электроэнергию? А электроэнергия, мы же за нее платим, да? Она, скорее всего, запитана, да не скорее всего, а запитана от уличного освещения. Там, фонари торшерные стоят. Где-то проводочек, раз, скрутили. И мы же платим за эту электроэнергию из бюджета, все нормально. А он подкачивает батут. И правда, очень выгодно расположить аттракционы в чистом ухоженном парке. Пользоваться плодами чужого труда и при этом ни за что не платить. И, заметим, ни за что не отвечать. А ведь незаконно установленные аттракционы – это еще и источник опасности, о чем многие жители и гости города-курорта даже не подозревают. Ну вот извините, я ведь документы не спрашиваю, и ребенок у меня не спрашивает документы. А вы беспокоитесь о безопасности своего ребенка? Вы знаете, я всегда нахожусь поблизости с ребенком, и даже хожу вокруг. И вижу, как он занимается, как он прыгает. Даже под присмотром родители не всегда могут обезопасить ребенка от травм. А как установлено оборудование, подключено электричество к незаконно установленным батутам – неизвестно. Конечно, опасно, если незаконно. Если ничего не оборудовать, безопасно, ничего не продумано, не организовано – конечно, опасно. Ходим на батут. Только очень травмоопасно. Все время сдираем коленки, локти. Все время травма на них, но никто не знает о том, что есть там разрешение или нет разрешения. На них же не написано. Собственник легально установленных аттракционов известен. И в случае травмирования детей есть кому предъявить претензии. С недобросовестными предпринимателями проблем будет намного больше. Борьба с незаконными некапитальными строениями на курорте продолжается.